Так это у них такая работа. Они клещами будут вытаскивать эту агрессию. Если ты проявишь эту агрессию, то ты попался на их удочку. На их приманку ты попался. Ты рыба. Ясно? В таких случаях, что я кому-то по морде давал, и такого еще не было, ты голову в проем с разрешения просунул. Проникновение части тела на чужую территорию. Ты просунул голову, говоришь, в проем. Что ты с этой головой сделал? Ну, естественно, отбил боджку. Против кого-то действовать не надо. Морду бить никому не надо. Башку отшибать не надо. Голову через проем просовывать не надо. Ты не просто думаешь так, ты еще и говоришь так. Нет там врагов, там не с кем биться. И никого там на место ставить не надо. Надо себя на место поставить. Свою позицию занять и стоять на ней. При чем тут люди-то? Ты с себя начни. Спаси себя, самые тысячи спасутся вокруг. Вы мне звоните, я у вас тоже учусь у всех. Давай по делу. Какие вопросы? Какая-то иностранная табуретка, потому что она выглядит как человек. А к ней все относятся как к табуретке говорящей. Я выхожу сразу на самый верхний уровень, на божественный уровень. А я в эти сценки не играю. Я сразу прихожу, говорю, что я не актер. Я есть я. И между мной и творцом нету посредников. Я не участвую в вашем театре. И как только я начал тестировать это, против меня пошел конкретный беспредел. То я еще раз убедился в том, что эта информация имеет место быть. Одно мое видео оценили в примерно 100 тысяч долларов. Вот это тема живых называется. Без веры в творца до верхнего уровня не добраться. Ты сам к этому придешь. Чем выше ты будешь подниматься, тем больше ты будешь верить в это. Как только он произнес эту фразу, она сразу не просто срулила. Он говорит, чуть секретаршу не снесла. Убегающий судья – это убегающий учитель, понимаешь? Я не хочу, чтобы от меня учитель убегал. А ты ушел со своего урока. Тебе объявили третий урок, а ты с него ушел. Как прогульщика четвертого урока тебя и вызывали. Антон, не беспокою сильно. Это Александр Черных. А, привет. Привет. Слушаю. Да мне бы стало посоветоваться, был бы, скажем так, небольшой совет от тебя принять. Тут видишь, какая ситуация. Все эти псевдосуды, я прекрасно знаю, что они работают по беспределу. Но тут еще есть одно маленькое но. Некоторые суды с флагами стоят. Наш, например, вот в Воронеже левобережный районный суд, он уже без флага. То есть его, на самом деле, ну, как мы по бумагам узнали, я узнал лично, что его не существует, его нет. Но когда меня таскают туда или таскали, скажем так, вот эти ФСБшники, МВДшники, то вот эти вот девочки, они судят, и в итоге они все равно передают все это дело там. Ну, либо кого-то там сажают, кого-то вовсем передают. Между собой, естественно, они вот людей, ну, то есть они просто людей перепродают, скажем так, из рук убылки. Сначала взялось МВД. Я не хочу вдаваться в эти подробности, я знаю, что просто идет беспредел. Наши люди, некоторые не понимают, что вообще происходит. То есть они говорят, вот суд, суд, туда-сюда. Интересный факт, как играть с этой судьей. Они играют с нами в несколько игр. То есть первая игра у них идет по морскому праву. Вторая игра у них идет по международному праву, хотя они его не соблюдают. Третья игра идет у них с нами по римскому праву. И четвертая игра у них идет с нами по беспределу. И вот тут надо крутиться. Крутиться хотя бы так, чтобы извернуться и дать ей как бы по жопе или по морде, проще говоря. Вот как ты действуешь в таком? Или у тебя таких случаев не было пока, скажем так? Только лишь по беспределу, по морскому праву. Ну, таких случаев, что я кому-то по морде давал, и такого еще не было. Нет, нет, нет. Ну, это я образно, в общем-то, выразился. Ну, образ-то, образ-то тоже имеет значение. Да. Вот смотри. Первый раз, когда, например, затащили, да, первое, что она начала, это играть по морскому праву. То есть это их самый главный козырь, которым они вот всегда бравируют. Морское право я ей сразу обрубил, когда я сказал, что я живой человек. То есть будьте добры, встаньте, пожалуйста. Как говорится, прекратите дурю маяться. А что она сразу выпрыгнула из зала? То есть у них сразу же моментально начинает что-то там перемыкать. И она говорит, все, 15 минут перерыв. Это вот первая их игра. То есть они как бы перестраиваются, сразу же начинают перестраиваться на другую игру. А вторая игра у них идет по римскому праву. То есть они уже нас видят как... Но она как бы сначала хочет видеть нас как то, что мы якобы являемся физлицами, да. Вот последний раз, когда меня они приглашали, она меня видела не как физлицо. Она меня попыталась увидеть как личность. Но я ее сразу тоже обрезал, потому что я не стал заходить далеко. Я просто говорю, я просто живой человек. И будьте добры, пожалуйста, меня видеть как живого. То есть она выпрыгнула, и в итоге она потом запрыгнула снова в зал. Но, значит, она говорит, будьте добры, пожалуйста, пристав, выставите его из зала меня. На что я ей сразу сказал, что вы хотите из зала выставить бенефицара, учредителя персоны. То есть и тут она вообще выбежала полностью. Ну, я как бы не стал там оставаться, потому что их там много. Я был там один. Я просто взял и ушел. Ушел, вышел оттуда из их, как многие говорят, корабля и поехал по своим делам. После этого... Да-да-да, слышишь меня? Да, я говорю, зря вышел. Да я понимаю, что я зря вышел. Понимаешь, вот я это уже потом понял, что зря вышел. Вот. Потом уже, когда они мне позвонили, говорят, ну вы подъезжайте, без вас мы ничего не можем сделать. То есть и больше не хотелось мне, конечно, подъезжать, но я подъехал. Она зашла в зал. Но я в зал не зашел. То есть у меня есть... Я себе специально видео снимал полностью. Я туда голову просунул, как бы, знаешь, вот проем такой пустой. И я туда голову просунул, а как бы вот слушал ее. Ну я это выложу у себя на канале, потому что интересно было. Там какие-то работы шли у них в их, так сказать, студии. И, короче, она там себе под нос бубнила. И вот они там в зале находились, а я вне зала был, вообще в коридоре просто стоял. А ты голову, подожди, а ты голову в проем с разрешения просунул? Нет, я просто пытался услышать, что она говорила. Ну это называется проникновение части тела на чужую территорию. Ну видишь, вот ты это знаешь, а многие люди этого не знают. Ну вот ты-то знаешь. Они-то этого не понимают. Теперь я это узнал. Я бы даже и не заходил бы тогда на чужую территорию, понимаешь? Поясняю, подожди, ты в монолог это уходишь. Я прекрасно понимаю, что у тебя есть свой ютуб-канал, ты привык общаться в режиме монолога. Но сейчас-то идет живой разговор, диалог нужно строить. Поэтому я и начал тебя смотреть уже, ну давно как бы начал смотреть. И сейчас вот интересные вещи у тебя на канале выложились по поводу вот этих вот всех судов. То есть, понимаешь, я как бы никогда ни у кого не прошу никаких мыслей, чтобы кто-то высказывал, чтобы там помощь какая-то была. Я как бы сам, когда все эти действия через себя прогоняю, то есть я понимаю, что происходит. Но ты это в этих вещах уже лучше соображаешь, чем я. Поэтому вот я говорю, я хочу от тебя услышать твой совет, как правильно действовать, потому что нам с ними еще биться и биться. Так, пока не забыл. Только, пожалуйста, не перебивай, а то у тебя опять монолог растянется. Смотри, ты просунул голову, говоришь, в проем. Вот тебе, ты, у тебя дом есть, квартира есть? Ты где-то живешь? В квартире. Ну, представь, ты вот форточку открыл, окно открыл, ну, типа воздухом подышать тебе охота. Пошел своими делами заниматься. Приходишь, смотришь, а там в окне чья-то голова торчит и слушает. Тебе понравится? Конечно, нет. Ну, что можно, что ты с этой головой сделал? Ну, естественно, отбил бы башку. Откуда у тебя столько агрессии? Биться, по морде ударить, отбил бы башку. Это я так, поверхностно. Да это в том предел, что подожди, это не поверхностно, это буквально, ты не просто думаешь так, ты еще и говоришь так. Ой, смотри, Антон, они сами выводят нас на вот эту вот агрессию, потому что они знают прекрасно, что они делают. У них работа такая, пойми, Александр же, да? Да, 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 у них такая работа, да, все правильно. Так это у них такая работа, они клещами будут вытаскивать эту агрессию. Если ты проявишь эту агрессию, то ты попался на их удочку, на их приманку ты попался, ты рыба, ясно? Да это все понятно, Антон. Ну, а зачем ты продолжаешь это, как говорится, клевать на эти удочки? Зачем агрессию проявлять? Наоборот, ее нужно сдерживать и вообще поменять свое мировоззрение, чтобы эта агрессия не возникала. Нет там врагов, там не с кем биться. И никого там на место ставить не надо, надо себя на место поставить. Свою позицию, занятия стоять на ней. Самоопределение, самоопределение, самовоспитание, самоосознание, самообразование. Сам себя поставил, и самодержавец. Сам себя держишь. Они их пытаются... Подожди, они их пытаются на место поставить. С себя надо начинать, а не с них. Все. Ну вот, Ера, побольше вот таких людей, как вы, которые прекрасно понимают всю ситуацию, мы-то немножко, скажем так... Ну, я-то с этим сталкиваюсь, поэтому мне вот приходится-то знать. Но я тоже учусь на своих ошибках, как правильно всю эту ситуацию ставить на место. Вот последний раз, я говорю, на агрессию они меня не вывели, они очень хотели этого. Но я не вышел на нее. Я прекрасно понял, к чему они клонили. Но их сбило с толку то, что я начал говорить о том, что я живой человек. Очень сбило. Ну, в статусе живого человека ты никогда не выйдешь на тот уровень, то есть ты, ну, там, максимум на второй, на третью ступеньку поднимешься, но ты никогда не выйдешь на тот уровень, когда они, ну, грубо говоря, обязаны снять с себя мантию. Да, все правильно. Они даже не дают этого сделать. То есть у нас вот именно в этом левобережном, скажем так, псевдосуде, да, а у нас они стараются, чтобы вообще до этого не дошло. То есть они сразу это переворачивают на то, чтобы тебя либо оттащили сразу куда-нибудь на трое суток, там, на пятеро суток, либо, понимаешь, как это получится сказать-то, ну, либо в дурку тебя посадить, одну из двух. То есть они уже прекрасно все знают. Они знают, что и такие есть разные, и такие... Александр, подожди, подожди. Ты мне рассказываешь то, что я уже прошел. Я и камеры прошел, и дурку прошел. Зачем ты мне это все рассказываешь? Я лучше тебя все это знаю. А у нас только это начинается и продолжается, скажем так. Так это по всей стране уже давно идет, и я тебе больше скажу, это только цветочки, сейчас обороты будут набираться по полной программе. Сегодняшние рекорды... Не-не-не, как звучит фраза? Сегодняшние рекорды – это завтрашняя норма. Вот мы вошли в такое состояние, понимаешь? Да понятно все, что мы вошли в это состояние. Ой, у нас люди не хотят ничего осознавать. То есть они прекрасно понимают, что у нас люди задолбленные, забитые. Ну, Александр, а при чем тут люди-то? Ты с себя начни. Спаси себя сам, и ты сейчас спасутся вокруг. Я сам себя воспитываю. Вот мне звонят, я почему звонки принимаю? Я бы мог забить, и вообще не отвечая на звонки, и клепать видео просто для себя. Но я же выхожу на общение ради того, чтобы учиться у вас тоже. Вы мне звоните, и я у вас тоже учусь у всех. Я вот за счет вас, за счет других ситуаций учусь и саморазвиваюсь, и делюсь информацией со всеми. И, соответственно, чем больше делюсь, тем больше новых людей приходит, тем больше новых, тем круче уроки приходят. Вот ты первый видеоблогер, который позвонил ко мне по теме живых. Да нет, тут дело не в теме живых. Ты вот понимаешь, какая ситуация? Я впервые для себя открыл, в первый раз единственный, вот пока что, наверное, такой, да, когда я не знал, как общаться с этой вот псевдосудьей. То есть я как бы шел там по каким-то ихним правилам, понимаешь, то есть по конституции там как-то. А тут я немножко другую сторону для себя приоткрыл. Общение с ними. То есть как бы вот понять, а как отреагирует она вот именно на такое общение со мной, когда я вот так себя заявлю. И вот тут, конечно, я увидел совершенно другую реакцию. Не ту реакцию, которую я раньше видел у них. А ты что, раньше не видел? Ты в интернете что, не видел? Ну, полно же видео, как судьи сбегают от живых. Полно. Я понимаю, что, да. Ты понимаешь, что я на своей шкуре это просто вот, скажем так, переношу все. А мне вот без разницы. Я не понимаю, почему для вас такая большая разница. на видео это посмотрите и вживую это увидеть. Для меня это одно и то же. Абсолютно. Потому что вот я, когда в 97-м году ездил в Америку на отдых, меня все там спрашивали, ну как, ну как тебе Америка? Я говорю, так а что? А что Америка? Я по телевизору он видел. Какая разница? Для меня одно и то же. То, что я увидел по телевизору, я приехал туда, я увидел то же самое. Никакой разницы. Ну и что с того живого? Понимаешь, для меня это как бы в новинку и в то же время я как бы начинаю понимать, что это вот, это как само собой разумеющееся. То есть вот когда меня волокли, приволакивали в суд, когда без документов, без паспорта, то есть они выносили решения свои, постановления, возили меня на 10 суток, понимаешь, я все пытался для себя поставить на место, как бороться. А потом я понял, что бороться нет смысла. То есть тут нужно немножко по-другому вообще с ними общаться. И вот впервые за многое время я просто вот себя вот так вот поставил. То есть я ей конкретно заявил, что я живой человек. И увидел... Подожди, 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 Александр. Ты цель звонка, ты хочешь поделиться своими впечатлениями? Ну, я рад за тебя. Ты увидел вживую это. Дальше что? Вопрос в чем? У меня времени мало, мне еще три видео надо смонтировать. Давай по делу. Хорошо. Какие вопросы? Антон, вопрос в том, что они против нас просто действуют несколькими вариациями. Вот вопрос в чем, понимаешь? Это не вопрос. Это ты высказываешь свое мнение, что они действуют разными вариациями. В чем вопрос? Насколько это будет мнение? Вопрос в том, как действовать против, понимаешь? Не только вот ты говоришь, что поставить себя нужно вот так или вот так, или вот так. Я же пояснил. Подожди, отвечаю на твой вопрос. Против действовать не надо. Против кого-то действовать не надо. Морду бить никому не надо. Башку отшибать не надо. Голову через проем просовывать не надо. Надо начинать с себя, самовоспитанием, самообразованием заниматься. Вот когда ты сам себя поставишь на место, что ты определишься, кто ты и чего ты хочешь, и когда ты четвердо встанешь на эту позицию, то тебя никто не сдвинет. Ни судья, ни полицейский, никто. Ну, понятно, я понял. А бороться ни с кем не надо. А как действует? Я показал. Ты видел видео победы живого мужчины? Ну да, я видел видео. Ну вот, как пример. То есть они с тобой действуют в одном варианте, я так понимаю, в морском праве. Или же они все-таки переключаются на другие правила? Ты подходишь с это, ты заходишь со стороны первого уровня. То есть ты, как тебе сказать, первая ступенька, это когда говорящая табуретка осознает, что она какая-то иностранная табуретка, потому что она выглядит как человек, а к ней все относятся как к табуретке говорящей. Вот это вот первый уровень. Когда начинаешь понимать, что там что-то с морским правом связано. Так вот я, а там ты говоришь, что там второй есть уровень, там третий есть уровень. Так мне эти уровни вообще не интересны. Ни римское право, ни морское право. Я выхожу сразу на самый верхний уровень, на божественный уровень. Я поэтому и говорю, что между мной и Творцом нету посредников. Они же из себя играют священников. Черная мантия и белый воротничок. Кто носит? Ну да, 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 все правильно. Но священники. Вот она у тебя выбегала для чего? Чтобы сменить поле боя. Сменить декорации, так называемые. Это вот в театре так и называется. Смена сцены. Когда выходит, играет одну сценку, потом это заканчивается, объявляет антракт, перерыв на 15 минут, как ты говоришь. Все приходят обратно, а там уже другая сцена, другие актеры в других ролях. Вот эти вот сценки, они устраивают. А я в эти сценки не играю. Я сразу прихожу, говорю, что я не актер. Я не играю, я не зритель, я никого тут не играю. Я есть я. И между мной и Творцом нету посредников. То есть я не зритель, у меня билета нет. Я не играю никакую роль. Я не участвую в вашем театре. На меня ваш театр не распространяется. Ну видишь, ты через это прошел. Мы тут только, только начинающие, скажем так. Мы с этим сталкиваемся, столкнулись. Вот я, например, с этим столкнулся впервые. То есть для меня это было в новинку. Я не знал, что это такое. Я предполагал, но я не знал, что это так именно произойдет. Я об этом узнал три года назад. И как только я начал тестировать это, против меня пошел конкретный беспредел. Что, в принципе, я как бы ожидал, но я не думал, что такой настолько сильный беспредел пойдет. А так как он пошел совершенно беспредельный, этот самый беспредел, то я еще раз убедился в том, что эта информация имеет место быть. И это нужно изучать. То есть они за три месяца, даже какой за три, за два с половиной месяца на нашей деятельности, как мне сказали, ты, говорит, весь город достал. Еще одно видео, я тебе один килограмм героина в карман положу. Ух, как достало. Я это расценил как комплимент. То есть одно мое видео оценили в примерно сто тысяч долларов. Коротко. Вот это тема живых называется. Нет, ну я просто позвоню к тому, что тебе благодарности выразить, просвещай наших неучей, которые еще не понимают, что с ними все равно по беспределу будут действовать. Что они должны учиться сами, самообразованием заниматься, а не просто слушать, смотреть ролики, а именно учиться, становиться на больший уровень, скажем так. Тут понимаешь, вот что я хотел для тебя донести. Вот ты говоришь, ты там человеком заявился, да, кто-то там по теме СССР заехал, кто-то еще как-то пытается. Блин, сбили с мыслью. Да ладно, Антон. Я-то теперь уже в принципе, скажем так, как вступил на это учебу, я теперь так и буду учиться дальше. Я буду идти только вперед. Главное, чтобы наши люди понимали это, что надо учиться и самообразовываться. А не просто смотреть ролики и, знаешь, так это и думать, ой, я так тоже могу. Нет. Я пытаюсь донести на наших людей, чтобы они понимали, что если они не будут учиться, то все, это будет полный ноль, как вот эти вот все в масках бегают, которые не только и хотят учиться, а не так, бросили все, сказали, да и ладно. Сказали маску одеть, хорошо, сказали завтра прыгнуть с 20 этажа. Вспомнил, подожди, вспомнил, что хотел тебе сказать. Вот эти уровни, там морское, римское право, там священник, там фидуциарий, там вот это не придумано, это все придумано, это, точнее сказать, это не придумано, это соответствует уровням развития. То есть, если приходит, как я говорил, скажем так, ученик первого класса, который только осознал, что он не говорящая табуретка, а похож на человека, то для него один уровень. Если он дальше пошел, если он осознал, что он не просто человек, а он мужчина, причем живой, и является учредителем персоны, да еще и бенефициарием, то это уже второе, вторая оценка, второй уровень. И так далее, и так далее, до самого верхнего уровня. А самый верхний уровень, это именно вера в Творца, что между мной и Творцом нету посредников. Все. Это высший уровень. Вот надо сразу, если ты хочешь что-то осознать, целься сразу на самый верхний уровень. А потому что все нижние уровни, они подчиняются самому верхнему уровню. Ну, вот это я не понял. Когда вот так вот произошло, а это было недавно буквально, я понял, что нужно просто бить сразу верхний уровень. Я тебе это к тому, что без веры в Творца до верхнего уровня не добраться. Поэтому, если человек неверующий, он никогда туда не поднимется. Ну, это... А с другой стороны, чем дальше ты по ступенькам будешь забираться, тем больше к тебе будет приходить осознание, что Творец есть и на всю его волю. Ты сам к этому придешь. Чем выше ты будешь подниматься, тем больше ты будешь верить в это. Ты в этом сам убедишься на всевозможных ситуациях. Да и в этом я уже убедился, Антон. После этого раза я не убедился. Тогда используй эту фразу. В чем проблема? Между мной и Творцом нету посредников. Вон один мужчина мне звонил, как только он произнес эту фразу, она сразу... И срулила. Не просто срулила, он говорит, чуть секретаршу не снесла. Ну, фига себе. Круто. Не, ну просто к этому надо подойти, да, чтобы вот так вот каждый смог понять, что он... вот, что он человек. Все. И как только ты это понимаешь, моментально вся вот эта вот, понимаешь, в голове у тебя, скажем, как стенка, она просто сносит, эта стенка. И ты понимаешь, кто ты. А многие не могут эту стенку снести. Они еще боятся. И я уже не боюсь, потому что я это опробовал, я это понял, что я человеком стал. И вот с этой поры все, я уже понял, что надо идти дальше. А дальше я так думаю, что они уже будут бегать от меня в разные стороны. Потому что они уже поняли это. Тебе это не выгодно, чтобы они тебя бегали. От меня тоже все бегали. А потом я понял, что я что-то не так делаю, раз они от меня бегают. Убегающий судья это убегающий учитель, понимаешь? Я не хочу, чтобы от меня учитель убегал. И я от него убегать не хочу. Поэтому я остаюсь до последнего, до конца урока, пока не огласится результат экзамена. А ты ушел со своего урока. Тебе объявили третий урок, а ты с него ушел. Ну, видишь, я все-таки еще пока не знал, что это такое. То есть я предполагал, но не знал. В итоге я все-таки это узнал. Вот тебя как прогульщика, как прогульщика четвертого урока тебя и вызывали. Придите, пожалуйста. Пройдите полностью весь курс-то обучения. Вот теперь я это понял. Теперь все ясно. Все, Антон, не буду тебя беспокоить больше. Спасибо. В принципе, я для себя кое-какие выводы сделал. Благодарствую. Могу разместить наш разговор для всех? Да, да, пожалуйста, не вопрос. Считай, что нашел курс учения небольшой. Какой-то, но все-таки. Благодарствую. Звони. Давай. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok